Всем привет дорогие друзья и снова с вами рубрика почему эти работы сделаны классно и сегодня мы рассмотрим три работы достаточно крутых даже я бы сказал очень крутых художников и разберемся почему же они сделаны классно почему я выбрал именно такие работы сейчас вы увидите чуть позже какие прям супер-пупер крутые я выбрал пока что перед вами вот эта работа мы начнем с нее и так почему я выбрал эти работы не так давно я выполнял один фриланс и группа персонажей располагалась где-то на среднем-дальнем плане и у меня возникла такая ситуация что мне нужно было и много чего нарисовать и расстояние было достаточно большим и я воспользовался таким эффектом который я достаточно часто подмечаю достаточно часто использую в пейзажах это скажем так объединение теней давайте посмотрим вот на этого героя из фоллаута я точно не помню как зовут очень давно уже все это играл именно fallout 3 и вот здесь вот смотрите очень классная вот это вот большая тень которая проходит через весь объект я бы даже сказал что на весь персонаж находится в тени он лишь немного подсвечен с правого края и вот здесь вот есть небольшие зоны вот этого света я уже прошлый раз говорил и еще раз повторю что у нас тень должна быть такая плавная должна опускаться и проходить через весь объект у нас света это что-то типа таких льдинок которые вот надо их показать и чтобы можно было через них перепрыгивать то есть мы как будто перескакивать с одной на другую а по теням мы именно плывем и посмотрите какой классный эффект здесь был достигнут путем того что именно тени они между собой очень достаточно сильно объединены то есть во первых издалека когда мы смотрим на картинку давайте немножко хотя бы отодвину в общем у нас практически все вот это вода сливается в какую-то кашу здесь есть небольшие группы пятен которые выделяются это вот условно горе если у нас есть большая пятна тени мы добавляем сюда дополнительное пятно чтобы она хотя бы было какое-то интересное то у нас смотрите получаются вот эти вот такие темные точки до которых здесь вот есть вот здесь вот есть вот здесь вот здесь вот небольшие какие-то самые глубокие прямо места куда точно свет прям совсем не попадает и обратить внимание на детализацию то есть здесь тоже абсолютно все вот так вот сведено не надо нечего прорисовывать. Они чуть придумывать просто форма считается интересней какие-то лишь небольшие вот детали которые выделены при помощи света или при помощи именно самого пятна какого-то интересного когда его интересная такая форма у нас получается очень интересно такое большое пятно которое интересно разглядывать несмотря на то что практически в нем ничего не прорисовано вот если вы будете рисовать иллюстрации какие-то да с персонажами попробуйте именно этот способ потому что он достаточно сокращает ваше время работы то есть вам не так нужно много чего прорисовывать он делает картинку в нужных местах плоской то есть вот ногу там не прорисовывает у вас из этого получается такая некоторая плановость то есть это у нас дальний план это у нас план поближе этот план еще поближе и вот это вот фокусное место она у нас самое объемное самое прорисованное самое насыщенное по деталям от этого работа ваша будет только выигрывать а если вы упорно как ученик все прорисуете все сделаете красиво да то возможно не совсем прям работа получится мастерская давайте рассмотрим следующие работы которые я для вас продемонстрировал это у нас работа грага рудковский и вот он очень часто пользуется таким способом когда он прям объединяет тени в какое-то большое такое глухое пятно из которого немножко выглядывают какие-то световые пятна именно вот эти световые пятна за счет того что на них есть достаточно большая текстура такая объемная и они смотрятся как бы интересно не привлекают внимание то есть в тень мы не смотрим да мы как бы пропускаем у нас все внимание идет вот сюда и обратить внимание что хотелось бы сказать как можно применять похожие кисточки которые грег рудковский использует такой важный момент смотрите вот допустим здесь у нас да вот здесь вот вот например вот это вот место тоже можно выделить вот эти места вот такие вот в чем они интересны эти места тем что в этих местах у нас переломывается форма то есть нас форму идет допустим у нас есть такой цилиндр давайте так он рисуем цилиндр и вот у него есть какая-то условно тень да и вот место в котором у нас будет самая крутая текстура и самый крутой интерес находится вот здесь на переломе света и тени да у нас принципе свет я уже говорил сюда попадает а свет и все заполняют всякие неровности в тени у нас вообще ничего не не попадает и ничего не заполняет а вот именно вот это место переходные у нас и расположена вся основная детализация и вся основная текстура если у нас есть какая текстура допустим как вот здесь сюда небольшая которая накладывается уже сверху когда у нас большая часть работы выполнена и так еще у нас вот такой вот интересное место да посмотрите абсолютно глухое опять же работа сделана у нас для карточки которые у нас в принципе по размерам наверное нам нет вот я рисую для своего монитора в основном может быть немножко другое но принципе она не больше чем ладони поэтому может быть и не нужно рисовать здесь какую-то информацию для зрителя ему хватит и вот этого то есть он как художник грег управляет вниманием да то есть как я говорил на прошлой работе да где-то нужно списать где-то немножко показать и где-то прям максимально дать если это все сделано грамотно на то у зрителя не возникнет никаких вопросов он будет обманут и доволен той иллюзии который видит перед собой и давайте посмотрим на вот эту работу петра яблонский достаточно известный художник я думаю многие из вас смотрели и засматривались на его работы и многие из вас его знают достаточно большой него армия поклонников и есть за что его любить и восхищаться сейчас мы не будем рассматривать всю работу целиком давайте просто посмотрим на вот эти вот моменты где у нас автор до объединяет наши тени и получают такой достаточно глухие темные участки которые очень классно смотрятся и добавляют в работу реалистичности некоторые мистичности такой на немножко хоррора и так я бы хотел наверное на первом этапе выделить вот вот этого нашего скелета на переднем плане и рассмотреть как он сделал во первых на на первое что я бы хотел отметить это сделал он буквально через два тона то есть у него есть какие-то глухие темные пятна и какие-то условно ну немножко такие серые пятнышки наверно темно-серые даже то есть вот это место которое светится здесь да если мы прищуримся она ну очень слабо похоже например на светлоту вот этого места или даже вот этого места поэтому у нас весь наш скелет это какой-то темно-серый тире черный тон и вот на скажем так на прошлом видео я это говорил и сейчас я повторюсь в принципе очень много информации мы получаем из просто силуэта и обратить внимание то есть этот скелет если мы очень сильно прищуримся он напоминает нам интересный силуэт какой-то да вот такой вот вот эти вот места тоже интересно считываются вот это место то есть перед нами очень интересный силуэт который интересно разглядывать дальше внутри этого силуэта путем темных пятен глухих мы добавляем еще некоторые интересные пятна и вот эти пятна они все перетекают друг другу так вот плавно заходит проходят через всю работу и по сути это у нас является тенью до которая объединяет всю работу из-за этого есть скелет у нас получать достаточно цельным и принципе если так вот посмотреть в тенях практически нет информации до вся информация на свету и мы тем самым сокращаем время своей работы над этим персонажем и у нас получается еще более крутой результат чем если мы там все прорисовывали и простраивали опять же здесь конечно очень много знаний анатомии и всего всего но если допустим у вас есть какие-то пробелы в анатомии я думаю что возможно кто-то даже скажет что вот этот вот тазобедренный сустав он не так уж прям и классно сделан я вот так вот сейчас вот и не скажу в принципе он меня даже как художника обманывает и заставляет верить что здесь все идеально классно и очень здорово по анатомии это достигается путем того что есть во первых самый интересный силуэт который состоит из каких-то ломаных и полуокруглых линий это сразу позволяет нам вот эти ломаные линии добавляют нам скажем полигоны и делают нашего персонажа более реалистичным то есть мы сразу начинаем понимать что тут сломан тут тут какие-то микро небольшие переломы формы это все очень интересно смотрится также есть разделение на теневые участки вот такие вот которые объединяются как вода проходит вот так куда перетекают в одну вторую из этой вот грудной клетки переходит это все суда вот так вот растекается где-то да при этом есть такие вот достаточно четкие места зоны условного света так это мы убираем я думаю что с этим скелетом мы немножко разобрались как его можно интересный классный сделать и повторить успех петра давайте рассмотрим вот этих персонажей я здесь даже немножко сделал такую схему куда увидите раз пятно два пятно если мы так вот уберем то принципе я думаю что эти пятна они достаточно хорошо различимы если смотреть по тону то это у нас получается какой-то ну то есть достаточно сильное различие по тону да то есть это не поспоришь сразу понять что это тень это у нас свет и в тенях у нас по сути есть раз пятно и два пятно наверно вот я бы так сказал да плюс сами тени они очень интересны по своему какому-то силуэту до него так вот заходит выходят где-то это интересный очень то есть путем рисования вот этих пятен уже достигается 90 процентов успеха мы смотрим вот сюда и сразу понимаем что у нас здесь какой-то какой плащ накидка интересной складки и сверху у нас считываем сразу что это какой-то череп человека то есть 90 процентов работы уже было сделано на этом этапе дальше нам остается самая такая интересная часть мы потихоньку начинаем добавлять сюда да здесь добавили пятно дополнительные в тень небольшое на свету немножко там где-то поиграли какие-то небольшие пятнышки нашли вот принципе даже не обязательно там как-то прорисовать прорабатывать просто где-то раскидать показать чуть-чуть небольшие пятна сделать и уже наверное будет сделано 95 процентов все работы дальше уже будет всякие технические моменты ну и художник каждый может какой-то даже вот этот маленький момент мучить не за несколько часов а может быть несколько дней пока он не получится давайте мы рассмотрим еще вот этого персонажа центрального и что в нем еще очень крутого и что можем выделить во-первых как автор играет с нами путем расставления акцентов раз акцент два акцент здесь самый главный акцент у нас да здесь вот небольшой здесь чуть-чуть есть и при этом можно сказать что ну практически все да вот это вот у нас вот без каких-то деталей сделано достаточно плоско и при этом очень реалистично и классно это все выглядит и смотрится давайте подытожим если вы вдруг хотите нарисовать работы похожие на те что я показывал такие они немножко реалистичные где-то мрачные то безусловно этот прием объединение теней вы обязательно должны использовать но и даже если просто вы рисуете работу то объединение теней это очень важный такой живописный прием который вы можете использовать абсолютно в любой работе и даже нужно им скалы его использовать абсолютно в любой работе если про есть лично работе можно практически полностью все сделать такую черноту перевести это в В какой-то менее реалистичный можно, например, это все заполнить более какими-то яркими и живыми цветами. Может быть, больше немножко информации показать. Но этот прием, он очень живописный, он очень полезный. Его можно использовать как на иллюстрациях с персонажами. Он часто, очень часто используется на пейзажах различных. То есть, какие-то деревья на заднем плане, но их по-другому не нарисуешь. То есть, приходится объединять и, по сути, делать наше дерево, нашу какую-то фигуру, нашу форму разбивать на два пятна. Где здесь мы все практически закрашиваем. И здесь мы можем хотя бы несколько пятен произвести и показать. Итак, друзья, на этом я буду заканчивать. Спасибо, что смотрите ролики, ставите лайки, делайте репосты. Я надеюсь, что я приношу какую-то пользу. Постараюсь войти в рабочий ритм. Скажем так, наотдыхался, наболелся. И нашел в себе силы, чтобы продолжать радовать вас новыми видео. Увидимся совсем скоро. С вами был Художественный Проповедник. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok